Не показал нам на экране. Я человек нетворческий, поэтому пытаясь что-то высказать в этом фильме, не знаю, получилось или нет, ну, по крайней мере, скажу, что я хотел сказать. Познакомился я с ней так же, как все мы в начале 2008 года. Как-то мы все одновременно пришли, да, плюс-минус там полмесяца, странно даже. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. Я пришел показывать картины Рапопорта, я совершенно не собирался ни с кем знакомиться там. А тут сразу он нас всех, можно сказать, соединил. И вот я, так сказать, там была группа, не помню уже этих людей фамилию, отец и сын, бог с ними, из которой мы потом ушли-то все. Вот, ну, там я увидел картины Галины Каркачевой. Она там писала, что у нее есть родственницы, как эти родственники называются, что сын ее женат на дочке с вами, да, что сваха ее пишет стихи. Вот я почитал ей стихи, не сильно не углубляясь, но почитал. И я увидел, что они очень похожи. Я тогда написал Гале, говорю, слушай, надо издать книгу Наташиных стихов с твоими иллюстрациями. И вообще, говорю, надо вот твои картинку вешать на стенку и внизу писать вот типа, так сказать, японского какого-то там стишья. Потому что настолько за ним проникает все это. На что мне Кошина ответила, да мы это уже и без тебя давно знаем. Вот. И к этому фильму я собрал все ее вот эти вот там. Ну там есть и типа японских, есть и такие классические подписи. Но действительно, вот я не художник, но подтверждаю, что сказал художник, что ее стихи очень живописны. Так же, как и живопись Каркачева, очень поэтична. И вот их синтез такой очень приятный. Так вот, и больше, честно говоря, мы с Наташей не общались. Все эти годы как-то так сложилось. И когда, значит, я узнал о том, что планируется эта презентация, ну я понял, что надо сделать такой видеоклип, понял, что сейчас медведев позвонит и скажет, давай, Сережа. Вот. Я к этому был готов. Но я ничего о ней не знал. Абсолютно ничего не знал. Я даже не знал, как дочек зовут. Нет, младшую я знал, поскольку она была замужем за сыном Каркачевой. Но я собрал все фотографии, какие только мог найти. Ну не могу же я родственникам писать письма и сказать, почему умер ваш папа там у дочек. И в каком году это произошло. Ну, просто как-то неприлично, я считаю. Но кое-где я что-то так, так сказать, выцарапал и выяснил, что они совсем мало жили вместе-то. Она поехала на дачу, училась в Питере, поехала на дачу там, встретилась вот со своим будущим мужем. И в 85-м году он уже умер. Как умер, не знаю. И она очень такая какая-то скрытная. Она никому никогда ничего не рассказывала. Она вообще была очень скромна. Да, с ним. Когда вот сейчас мы начали, как бы, так сказать, ее исследовать, это просто вселенная. И вот, читая ее стихи, читая всякие какие-то воспоминания, письма там, стихи ру, там они переписывались между собой, поэты, я понял, что ей одной вырастить двоих детей, да еще в деревенском доме. А кто она по специальности, кроме стихи? Она кончила, не помню что, но метеорология. В гидрометеорологии. В гидрометеорологии, да. Ну, вот не сделала тут, наверное, факультет. Да, 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 там штанция где-то, вот там же. Как она зарабатывала деньги, я не знаю, живя в Отрадном. Как можно ездить в Питер, там же, наверное. Было ВКонтакте, она работала, там какое-то закрытое такое, за секретом. Ну, ее дириная семья, там... В общем, нужно зарабатывать деньги, двоих детей растить, так сказать, дом содержать. Вырастила. И она, этот дом, это был гараж мужа. Она из этого гаража сделала дом. И у меня вот в том большом фильме целый блог такой про этот дом. Потому что там шикарные фотографии, помните, ночные такие, с подсветкой. Сказочный. Сказочный дом, где все вот это происходит. Это же бывший гараж. И все это сделала она. Вот стихи сегодня читали про сороковку, про ножовку там. И вот я увидел, как в ней шла вот эта борьба. Она замученная бытом, уставшая, а душа стихи выдает. И вот кто она, поэт или она, так сказать, баба, которая должна на себе все тянуть. И в ее стихах очень много. Очень много таких вот перекличек, о которых я тоже сделал там отдельный блог. Вот этот. В общем, ты сделал многосерийный фильм. Да. Ну, я не знал блогу, на чем остановиться. Ну, не скромно говоря, я с ней прожил ее жизнь. И потрясен был, конечно, стихами, как вы здесь тоже говорили. Я, бог знает, вообще, когда вообще что-то читал, кроме технической литературы, но тут я не мог оторваться. Днями и ночами я читал, читал, читал. И у меня все больше и больше открывалось. И если, скажем, там, 4 года назад я мог сказать, да, хорошо пишут. Но у нас и Юра Школьников, Школьник писал, и ты писала. Поэтому все были поэты, кроме меня. А вот когда я действительно окунулся в ее стихи, то я просто был потрясен. Спасибо ей за это. Спасибо.